Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про светодиод. В данном случае у вас предстает перед глазами 50-ваттный светодиод. Я уже тут снял. Хочу рассказать вам из чего он состоит. Во-первых, у нас есть оптический силикон, который не преломляет свет, а используется в качестве линзы и фокусирующие для кристаллов. Вот тут, на силиконе, мы видим остатки. Остатки мы видим, а также на кристаллах самих, где я не снял, остатки люминофора. Это у нас красочное покрытие, покрашенный люминофор, который задает именно спектр светодиода. Он есть трех видов в оттенках белого. Это холодный, это 6 и выше 1000 кельвинов. Обычный, это около четырех с половиной тысяч кельвинов. И есть теплого оттенка. Теплый оттенок обычно где-то в районе до трех с половиной тысяч, две тысячи тире три с половиной. То есть более желтые, это две с половиной и более такой теплые, это уже три с чем-то тысячи. Как мы видим, 50-ваттный светодиод состоит из пяти рядов по десять кристаллов. Каждый кристалл между собой связан относительно плюса и минуса. Вот, например, у нас идет с вами минус треугольником, это для легкости монтажа. То есть вот у нас с вами контакт, он переходит через корпус, который выполнен в виде пластика, термопластика. Нанесен он на подложку. Подложка здесь стальная, ничем не обработанная, просто заполированная. Это стальная обычная черновая подложка. Почему я вам показываю на этом светодиоде? Данный светодиод работал более двух лет, причем он был сожжен наполовину, то есть он работал как 30-ваттник. Как видим, вот она часть, которая вышла из строя. В итоге я ее вырезал ножом и вот так вот оставил. Вот эти вот три линейки у меня работали до недавнего времени. Эти две были спалены. Как видим, почему я понял, что черновая сталь. Как видим, появилась небольшая ржавчина. То есть, если попробовать, легко снимаются кристаллы. Кристаллы самих диодов, они приклеены к подложке. Подложка служит ролью съема и отвода тепла от кристаллов. Кристаллы соединены последовательно. Соответственно, если у нас, вот он заходит с вами плюс, он изгинается в обратную сторону в виде треугольника. И вот с этой стороны плюс подается на кристаллы. То есть идет плюс первому кристаллу, плюс сюда, от этого кристалла сюда, от этого сюда и так далее. С обратной стороны у нас также треугольник, но уже минус. Вот он, минус пошел. Также выведен сверху и сверху мы имеем общий минус. То есть последовательно соединенные кристаллы в итоге подключаются к минусу. Подключаются очень тонкими волосками от 1 до 2, в зависимости от того, какой мощности сам этот пятачок. Пятачки эти примерно 2 на 2, есть меньше, есть больше, в зависимости от производителя, а также от мощности светодиода. Данная манера исполнения широко применяется на светодиодах мощностью от 20 до 100 ватт. То есть, как мы видим, это у нас полтинник, соточка у нас дополнительная. Между вот этими рядами у нас прокинут еще ряд, пять рядов таких же кристаллов. То есть нагружается светодиод уже и съем, то есть подача питания происходит непосредственно на контакты. Вверх, вниз. Если у нас выходит соответственно одна линейка, при рабочем светодиоде очень сложно на глаз это увидеть. Если вы правильно его раскачали, вы реально рискуете повредить глаза, поэтому смотреть на них нужно либо через сварочные очки, либо через очень темные очки и чтобы увидеть все эти линейки. Бывает так, что, например, одна линейка умирает из-за того, что все думают, да вот мы правильно подключили, ток у него хороший и все такое. Все сделали по паспорту. Ну, на самом деле, либо он бракован, так скажем, частично. Смотрите на сам светодиод в очках, либо в каких-то специальных приспособлениях. Если линейка у вас одна умерла, соответственно, надо вам подать на него гораздо меньший ток, потому что, если вы подадите один ампер, а линейка одна вышла из строя, да, соответственно, на них будет более, больше, так скажем, давление оказываться. Соответственно, они будут перегреваться. И это приведет к тому, что остальные линейки через какое-то время выйдут из строя. Кстати, вот видно, вот он кристалл и на нем видно даже клей. Вот если посмотреть, пяточок где-то в центре приклеен. Все это делается роботами. В принципе, можно и пинцетом это все сделать аккуратно. Ну, навариться, так скажем, припаяться теми волосками, которые идут или шли. Здесь уже, наверное, ничего не осталось. Вот от этих кружочков шли волоски на питание кристалла и также между кристаллами. Так, на чем я остановился. Самое главное увидеть, сколько у вас реально потребителей. Если у вас стало меньше, соответственно, ток надо тоже уменьшать с напряжением. Также, самая важная часть, это само покрытие. То есть, то, что я вот тут наскоблил. Это у нас оптический силикон и сам люминофор. От их качества также зависит перегрев светодиода. От толщины зависит также температура самого кристалла. Примерно толщина с люминофором составляет где-то 3-4 миллиметра. Нет, 3-4. Что я говорю-то? Где-то полтора миллиметра. Люминофор сам где-то микронами замеряется. К сожалению, у меня таких приборов нет. Также по качеству люминофора скажу вам одно. Вот насколько я встречал, есть два вида люминофора. Это у нас с силиконом вместе, если смотреть. Есть замешанный вместе с силиконом. Они обычно имеют более светлые оттенки. И также есть отдельно. То есть, наносится на готовую матрицу люминофор, запекается, потом наносится оптический силикон. Есть изначально уже с добавлением люминофора слабых оттенков, когда именно силикон оптический замешивается относительно люминофора. Но такие комбинации, последние, которые замешиваются вместе, очень плохо сказываются на яркости и на самом разгоне. Обычно, когда вместе смешивается, это надо больше люминофора. Также у нас это приводит к тому, что оптический силикон становится более жестким. Соответственно, температурный его коэффициент становится более грубым. То есть, на морозе светодиоды работают гораздо хуже. Если у вас отдельно все это запекание происходит, соответственно, люминофор, силикон, повышается качество самого светодиода и он более универсальный становится. Из-за того, что здесь у нас выполнено в виде чернового материала, то есть, сам черновой металл используется в изготовлении самих светодиодов, данные светодиоды не рекомендуется использовать без защиты. То есть, я уже показывал, что возле аквариума за год происходит с такими подобными светодиодами. То есть, когда я залил лаком, так скажем, покрыл места лаком, проблемы ушли. То есть, надо обрабатывать. Если у вас ставится на улицу, так же надо это все дело обрабатывать. Либо смотреть на то, чтобы была защита от влаги конденсата. То есть, эти светодиоды очень боятся этого дела. Так же от влаги может закипеть силикон. Если у вас отдельно он залитый, при его закипании он начинает пузыриться. Соответственно, вырывает провода и пропадает контакт. Данный светодиод прослужил верой и правдой более, наверное, двух лет. Первый светодиод, самый первый, который я купил. Буквально на днях он умер. То есть, я переборщил с блоком питания после ремонта по напряжению. Ну, как бы и не выдержал, соответственно, скорее всего из-за того, что у нас еще скачки. У меня с проводкой проблема. Так что, вот такая вот красота. Вообще светодиоды, я считаю, более экономичные, долгоживущие приборы. Которые напряжение с большим КПД переводят в свет, нежели в тепло. Ну, если вы выбираете подпольный светодиод, ну, КПД у него будет в разы меньше, но все равно выше, чем у даже ртутных лампочек. То есть, ну, надо с умом, конечно, их использовать. Потому что у светодиодов, несмотря на то, что у многих есть какие-то знания, все равно есть у каждой партии своя специфика. Вплоть до того, что люминофор этот паленый и сделан не из качественного сырья. Соответственно, через какое-то время сам люминофор может из-за кристаллов закипеть. Если он закипит из-за кристаллов, это все туши свет. Это у нас прям сразу отключается раз линейка, два от перегрева. То есть надо смотреть. И те параметры, которые вы, например, видите, максимальные. То есть не стоит сразу прям ставить на максималку. То есть выставите, погоняйте его. Если у вас он, например, выдержал критические температуры, то можно, в принципе, его использовать дальше. Также без радиаторов данные светодиоды, ну, как бы, не рекомендую использовать. Все, не могу добраться до схемы, чтобы запускать их от источника с пониженного напряжения. То есть, чтобы был холодный старт. Ну, все-таки я сделаю, чтобы они светились, например, от 12 вольт, и при этом можно было вообще не использовать радиатор. Ну, посмотрим в будущем. Все в будущем. Пока что у меня времени реально нет, поэтому ролики выходят очень редко. Я сейчас работаю очень много. И приходится работать за троих. Вот такие вот дела. Ну, знаю, что не Ахти, конечно, я рассказал. Но моя точка зрения за светодиодами будущее. И хоть они и дорогие, но цена у них... Если вы, конечно, не покупаете у человека, который просто распродает, и тут еще надо понять, какие светодиоды вы покупаете. Потому что подделки и оригиналы очень сильно разнятся. Есть более дешевые качественные светодиоды, есть более дорогие качественные светодиоды. Но где, какой продается, вам никто не скажет. Это только уже время покажет. Потому что даже в магазине, покупая за 1000 рублей 50-ваттный светодиод, никто вам не гарантирует, что он высокого качества. Я, в принципе, уже научился определять на глаз, так скажем. У меня сейчас, которые светодиоды продаются, они, ну, так скажем, среднего качества. Которые очень хорошего качества. Они почти все проданы. И цена на данные светодиоды сейчас очень высокая. Хорошо хоть десяток успел набрать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Всем пока.